Взвешивание, заключение врача и готовность выйти на ринг. Перед началом состязания все участники проходят обязательную процедуру, которая не только определяет соперников, но и является гарантом того, что все тайцы физически готовы биться на ринге. Уже с 10 часов утра в спортивном клубе «Скорпион» поселка Горки-2 столпотворение. Съезжаются спортсмены из Москвы и Московской области, готовые сразиться в открытом ринге. Клубное состязание по тайскому боксу «Скорпион» проводит уже во второй раз. Вообще тайский бокс называют «бой восьмируких». Здесь отличие от классического бокса. Здесь работают удары руками, удары ногами, удары локтями и коленями. Элементы борьбы в клинче тоже присутствуют. И очень такой зрелищный вид спорта и жесткий. Свыше 12 клубов и 80 спортсменов 10 лет и старше. Боксеры готовы к бескомпромиссной борьбе. Ведь оказаться в зале спортивного клуба с многолетней историей уже удача. Отсюда вышло немало именитых спортсменов. Магомед Исмаилов, Абдуллах Гусниев, Магомед Магомедов и многие другие. Это заметный клуб однозначный. В Горках-2 и в поселении он значительную роль играет. Достаточно много детей сюда ходят. Они делают обучение в самом деле на хорошем уровне. И у них очень интересно, потому что они работают с перспективой. У них есть бойцы, которые уже тянут себя за свою карьеру в профессиональном спорте, выезжают за границу, побеждают, занимают места и это очень здорово. Перед началом боев – разминка. Первыми на ринг выпускаются самые юные тайцы. У каждого своя тактика и свой прием. К примеру, 11-летний Руслан уже два года занимается тайским боксом. Лучше всего у него получается бэкфаст – удар с разворотом. Илья Самоделов из Москвы также решил проверить себя в открытом ринге и применить удар в прыжке ногой. Тактика – отдать первый раунд и все два раунда постараться забрать. И не отдать. Для ребят, которые только начали заниматься, это первый старт в жизни и в этом году. То есть они начинают с этих соревнований, это очень важно для них. Выход на ринг – для ребят отличный опыт не только победы, но и поражения. Умению проигрывать красиво тоже нужно учиться, уверяют тренеры. Но своих подопечных нацеливают только на победу. Клубный турнир прошел на ура. Первое общекомандное место завоевала Академия Муай-Тай. Представители этого клуба заработали максимальное количество медалей. Наритови и Польская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».